такая голубая бездна то есть это лучше чем допустим курорт там какой-нибудь геленджик там где-нибудь в номере сидеть край почему там набережная красивая вот такой красавчик он убежал в воду так что вот сегодня впервые наверно за все время я выспался как бы здесь что касается меня лично своими впечатлениями павел как тебе здесь красота на 17 дней геленджике и потом решили сюда да под дикарем попробовать что запомнилась например здесь больше всего пляж и вообще классный дадите такое а вот почему вот все-таки отдаете предпочтение именно вот дикому отдыху они какими-то там курортом там где все включено там допустим на природе просто нравится вот так вот и живем здесь на берегу в голубой бездне там виднеется опять же у нас не на морск и маяк он периодически привет ребята добрый день еще до приехали в голубую бездну место так называемое кемпинг вот сейчас они пытаются определиться с местом какое где пытаемся определиться там на том выступе а вот именно тут но если единственное только место к тому в принципе вид такой конечно потрясающе здесь открывается вот и туда дальше конечно спускаться немножко экстремально надо придерживаться за канат иначе можно принципе упасть как нехило ободраться а там у нас виднеется где-то геленджик вот такой дикий отдых можно также бы установить столики кто на что гораздо везде стоят палаточки 150 рублей стоит короче с человека пребывания селись и пониже вот такая площадочка и прям уровень в принципе рядышком совсем прямо буквально минута спуска тут такой палаточный много разнообразных палаток люди обустраивается живут давай павлик достает палатку очень эротично очень очень эротично очень так вот сейчас мы до туда спустились там где-то недалеко наша палаточка стоит по этой лесенке такой крутой народа здесь так в принципе прилично вот уже закат на фоне закат павел ушел туда куда-то подальше но я не знаю как салам еще писать красиво такие кредиты здесь народом сжигает гастры походу это может готовить собирается помощь отдыхается в глубой бездне да что запомнилось например здесь больше всего пляж и вообще классный до дикий такой водичка классная слушай а вот почему вы все-таки отдаете предпочтение именно вот дикому отдыху они какими-то там курортом там где все включено там допустим тоже турцией на природе просто можно раз но в общем-то короче дики-дикий незабываемый отдыха наверно останется в голове пицунская сосна да она считается полезной пицунская сосна да 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 согласен но все-таки движухи на это не хватает иногда бывает правильно поэтому такой умиротворяющий такой отдых а какие есть недостатки у этого отдыха например дикарем отдыхать разнообразие разнообразие нету да и после 11 часов как бы отбой уже тоже как-то да не катит а душно да палатки бывает особенно прям нагревается как парю хочется да не ну это все можно купить там уже у нас есть большой гипермаркет при входе ну да и хотелось бы хотя бы какую-нибудь кафешку чтобы здесь поблизости была бы чтобы можно было зайти там тупо посидеть пиво попить допустим ну на машине конечно эта проблема решается легко там допустим поехал динамор в ближайшее селение там либо геленджик там набережная красивая и все такое и куча разнообразных кафешек развлечений вот в общем то идем ребята возвращаемся на базу отдыха кемпинг голубая бездна ну мы останавливались немножко ближе к воде причем придется подниматься выше метров на 100 они выше поднимаются от нас паша паша увидел краба вот он вот он мелкий 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 там их три было поймал ну покажи поближе поднеси камере поближе он маленький такой совсем ну совсем маленький да там были еще прямо это прозрачный какой-то отпускай его на волю послалился недавно или нет выживание сейчас вот они на свет когда с фонариком ходишь они говорят прямо на свет это выползает сами прямо они прямо разбегаются как тараканы ну да потому что сейчас крабов мало вот крабы они вылазят когда уж темно совсем во-первых люди уходят и во-вторых они типа выходят на камушни нет у нас здесь вот палатка вот на фоне вот такого хреневшего заката уже который закончился но мы сейчас решили немножко перебраться в другое место я думаю там будет гораздо интереснее там освободилась как раз вот паша взял целиком ее переносит другое место у нее миниатюрная палатка на самом деле и в таком плане ее одна местная такая да главное с ней не улетит там как парашют на море на море в море я имею но туда мы сейчас постоим короче сколько ребят здесь уже давно смысл где живете здесь постоянно что все лето офигеть вы там на горе прям до там да более оборудованы там пляжи как бы ну не пляжи а там душ есть да мангал и все такое нравится здесь да понятненько ну ладно давай сейчас смотрим крабов вот он краб под фонарик выползает причем не один не знаю видно не видно но скорее всего видно вот такой красавчик вот такой красавчик их очень очень здесь много вон там еще один можно прям собирать и готовить готовить можно из них они тут маленькие в основном конечно но есть и крупные экземпляры попадаются вот это что это такое прям по ноге у нас заползали как да вот смотри побежал 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 вон 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 лови его может они питаются этими червяками опа вот я его поймал опа красавчик опа опа сука у меня цепанул бля раз вон такой средних размеров сказать что очень большой но не маленький здесь вот прям очень много они идут реально кишат доброе утро доброе утро ребята короче проснулись вот какой-то вид у нас палатка здесь стоит рядышком вон там где-то впереди парусник виднеется классно красивое место очень ночью тишина было тепло и тепло было ночью паш мне тоже душно даже немножечко мы открывали из-за этого как бы входную дверку вот и отсюда тропиночка такая у нас идет и вот вид вот такой открывается там впереди далеко-далеко виднеется маяк глинжитский ну очень далеко километр пятнадцать наверное отсюда вот и наша палаточка стоит в общем народ здесь отдыхает там также у нас соседи с той стороны сейчас пойдем попробуем надыбить сварить кипяточку вот такой вот тут у нас городе дорогой городок люди которые здесь находятся как бы за эту территорию платить не надо хотя мы вчера платили 150 за сутки с каждого но здесь уже как бы бесплатная территория кемпинг находится выше гораздо выше я оттуда вчера вел съемки туда идти там еще минут пять карабкаться в гору очень неудобно но за эти 150 рублей там собственно говоря никаких особых услуг нету и поскольку там места уже нету практически все занято ну вот мангал там какой-то предоставляется и туалет в общем то все больше на этом все здесь как-то более живописно я считаю даже как-то поинтересней и к воде близко близкий подход к воде вообще-то буквально спуститься вот одну минуту считаю что в этом месте мы остановились просто идеально сейчас пойдем по набережной пройдемся посмотрим посмотрим водичку как вообще прозрачность воды ну отсюда видно то что она сейчас немножко более мутная как бы да из-за волн ну так в принципе нормально вот а так вот люди которые вот здесь вот стоят они здесь живут фактически мы с ними вчера общались они живут весь сезон вот находится здесь вот вот тут живут как бы не все тут вот палатки они оставили а сами уходят допустим а на выходные опять приезжают в основном местные вот так же есть где-то родничок сейчас попробуем узнать где он конкретно находится и сходим за водой ну как вы вчера шикарно без фонарика да? ну отлично купаться идете? да да ну вот молодцы маленький фонарик лучше чем большой как вам первая ночь прошедшая там на новом месте? хорошо хорошо? да здесь еще лучше у нас здесь он комфорт какой есть онклюзив я мой все включено вид открывается потрясающе на море прямо вот рядышком звуки моря у вас там звук моря наверное не слышно да? нет а здесь море все таки слышно ну мы сюда не донесемся почему? у вас очень много? у нас много а вот вы приехали из Краснодара? да а Краснодар так вон там местечки есть можно было бы где-нибудь найти бы свободно можно но у нас палатка а здоровая да и матрас нет у нас вон миниатюрненькая кое-как двоем помещаемся ну даже на дно рассчитанно да? ну вообще да это одно место но кстати это не в обиде ну да нормально так в принципе жить можно пару ночей проведем как-нибудь пошли мы дальше ну куда пойдете? купаться? туда или туда там купались уже нет? я здесь? да вчера купались чистая вода? да попробуй дойти я просто хочу туда дойти вот кемпинг преимущество в чем там? там же можно по-моему это воды на это набрать там где-то кипяток уже готовый у кого? там техническая вода хватит больше кипяток не именно горячий кипяток чтобы развести к чай чай кофе это надо горелку какую-то иметь же правильно? ну там все с горелкой можно попросить цепь на грелку ааа я просто горелки горелки не хватает на камнях что-нибудь придумано разожгем ну давайте хорошего отдыха вот народ спускается сейчас прикинь на тут сколько народа будет надо идти место занимать как бы будет аршвак полный так вот еще короче сейчас спускаемся море вот такая здесь тропинка ведет оттуда мы уже спустились дискупание запрещено якобы ну это официально они перестраховали чтобы ответственность не нести за кого мы идем ниже сейчас хотим раздобыть кипяточку я надеюсь не упаду отсюда что куда пойдем а ты как думаешь пойдем направо зачем направо может быть налево ты хочешь туда? ну пойдем туда мы там разожгем я не знаю как народу уже конечно очень много ну пойдем ладно за тот выступ тогда прогуляемся камнем поедем почувствую себя дикарями и так вот будем идти идти на протяжении всего маршрута до Дивноморска до Нидийского пляжа это я конечно задумал что у тебя там на губе вытри губы ты намазал? зубная паста зубная паста зубная паста у тебя торчит все выдер нецензурная брань поскольку камни попадаются под ноги и ноги заплетаются немного прокладываем новые маршруты еще наверное здесь уже много народа ходило в принципе но для нас не изучено но здесь еще виды вон супер вон сосна вот такая вот нациковой о кажется я нашел место где можно все это дело сварганить пожарить и в общем то нам сделать кипяточек единственное только проблему надо решить с дролами плохо в смысле нет в смысле нет в смысле причаливает кто это? кто это? подкрался незаметно я реально тебя не заметил ты когда успел подкрасться так? в смысле я что-то я что-то как-то увлекся этой посудиной своей которую очищал от кофе ну от огнища я даже не заметил а ты по морю шел? я по морю шел я по морю шел я по морю шел ну понял понял так главное на матрас потом не ложись потому что он проколый будет сразу если здесь положить? да да камни острые я не понял неудобно да он? здоровенький ну вот сейчас поплаваю на матрасике в общем то я думаю будет прикольно в общем то вот так вот торчим здесь на пляжике у голубой бездни хорошее местечко очень даже солнца прямого попадания нету здесь как бы тенечки находятся что совсем говоря где и нам это комфорта не жарко то что надо сейчас сварим кипяточку там Павел поставил но главное по устойчивой чтобы он не рухнул опять кружку я только что ее отмыл сейчас опять будет черная потом будешь ты ее отмывать вот так вот что поделать в чем эта жизнь такая там у нас виднее всегда эта яхта элитная скорее всего носится как он патриарх Кирилл насколько вам известно там у него находится резиденция там где-то типа дача так хорошее место в принципе ну так вот вдоль и в принципе если идти 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 можно минут сорок говорят дойти до какой-то лестницы и подняться туда в сторону туда в сторону Динаморска может быть это мы совершим завтра вот сегодня впервые наверное за все время я выпался как бы здесь что касается меня лично Пашка говорит ему не очень было комфортно потому что его замучили муки это замучили муки они заебали а они замучили и вот сейчас после приготовления разнообразных напитков а типа кофе там и заваривание доширака сейчас отмываем свою фирменную крыженца экспедицион где рисунок рисунка не видно а рисунок есть уже появился молоток ну а там люди так же идут но в том направлении мало народа на самом деле все большинство с левой стороны купаются хотя мы вот здесь вот остановились здесь как бы как более уединенное местечко так вот портабельное вот разожгли здесь вот костерчик так обложили камнями как бы можно даже швачки было бы сделать но мясо мы с собой не купили просто мы готовы курицу взяли гриф покушали уже вчера вечером ну вот в общем то как то так ну а вдалеке уровеньеется маяк маяк города Галинжика расстояние приличное где-то комета 15 не меньше в общем сейчас короче решили решил поплавать на матрасике Павлик там пытается приготовить вкуснейший кофе кстати сегодня кофе впервые пил прямо на берегу моря приготовленный на камнях шикарная привычилась кофе вот и мы вот так вот отправляемся в путешествие на камень кричит на камень и на камень и на трассе водичка супер бля прозрачность хорошая такая своими впечатления павел как ты здесь есть и вообще компонсла в этом направлении у нас джана флот просковеевка чуть дальше вот вдоль моря если так вот эти там говорят еще где-то есть родничок не знаю попробуем дойти может быть чуть попозже ну все накупались очень-то пора возвращаться домой пойдем покушаем сейчас водички купим там есть такой мини мини гипермаркет давай паша вылазить воды палец заснул походу на матрасе а